Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Директор информагентства и Дмитрий Эггенсен, управляющий партнер маркетингового агентства. Первый вопрос вам, Шамиль. Если есть такое понятие гастродипломатия, может ли Башкортостан претендовать на то, чтобы использовать свою кухню или свои блюда для продвижения имиджа? И да, и нет. Я опытный гастротурист и вообще, как, наверное, заметно, любитель закусить. И для меня действительно самое главное, я бывал во многих странах, самое главное, что важно, это воздух и кухня. И я определяю для себя туристическую привлекательность не звездами, не буйством красок, которые по умолчанию есть, а воздух и кухня. Дмитрий, если говорить про Башкирию, вот этих двух компонентов достаточно, чтобы мы стали раем для фудис? Ну, я думаю, что до рая или даже хотя бы до какой-то точки на фуди-карте мира, чтобы Башкирия могла такой точкой стать, очень-очень далеко. Воздух у нас чудесный, особенно в летний период, если лето удалось. Есть природа, есть что посмотреть. Очень сложно до этой природы добраться, и там зачастую приходится в туалет ходить в какой-то совершенно непрезентабельным образом. То, что касается еды, то, наверное, это одна из немногих вещей, которые действительно можно довольно быстро сделать такой, ну, гастро... Гастро... Как сказать, Шамиль или Бзинч? Гастро-привлекательный. Гастро-привлекательный регион. Вот еда – это то, что может сделать нас привлекательными для туристов. Вы пытались недавно брендировать, да, национальные напитки, блюда? Мы не пытались, мы, собственно, сделали это. У нас был год агентства, и мы решили, что мы такой подарок небольшой сделаем. Взяли пять башкирских брендов, которые нам кажутся очень классными, емкими и интересными, но которые либо вообще не обладают признаками бренда, либо этот бренд разрабатывался в 1911 году каком-нибудь там или еще того позже. Поэтому мы сделали Кумыс, сделали Чак-Чак, сделали Тукмас. Ну, пошутили, как может выглядеть Кумыс, как может Чак-Чак этот выглядеть, как может выглядеть Тукмас. Причем, ну, совершенно не обязательно, чтобы Тукмас – это вот там была кастрюля, где-то стояла, там... Не презентабельно. То есть это может быть вполне какие-то вариации. Это может быть в нашей трактовке – это быстро растворимая лапша с креветками, например. Это тоже может быть Тукмасом. Шамиль Рамзелович, вот такой бренд, как «Печенье юбилейно» успешно существует больше ста лет. Оно было сделано в 300-летии «Дома романов» в 1913 году. Есть ли такая история с башкирскими продуктами? Можем ли мы опираться на опыт поколений? Да, у меня перед глазами, когда говорят о липком и навязшем уже башкирском бренде меде, у меня перед глазами та самая железная жестяная баночка, на которой медали начала века 11-го, как раз того самого года, которые были присвоены башкирскому меду на всемирной выставке в Париже, если не ошибаюсь. Кстати, мы нашли берестяную баночку для меда, где твоя фамилия написана. Значит, берестяную баночку, это был 32-й год, в советский период, в всероссийской хозяйственной выставке, где наша, в СНХ, маркировка, вот этот туйсок, на нем все эти медали, награды. Именно тогда башкирский мед получил всесоюзное признание. Мы взяли эту банку, ее сделали в трехмерной модели, отмодели, чуть-чуть доделали, шрифты дописали, как они сегодня должны выглядеть. Но она очень красивая. Мне больше хочется нажимать на то, не то, что нам предоставила природа, например, красоты и мед, а то, что делают сами жители республики. — Вы говорите про чистый воздух и кухню? — Кухня — это все-таки подача, это все-таки обхождение. Важно, что ты запоминаешь блюда, разговор, впечатления свои. Это все-таки труд. — Это обязательно для туристов, которые к нам приезжают? Или мы можем продвигать с помощью... — Сначала надо для себя разобраться и своих людей нормально накормить вкусно везде. — И гостеприимно. — Гостеприимно, чтобы это делали гастроэнтузиасты. Которые влюблены в башкирскую кухню, в татарскую кухню, но в то же время не в отрыве от мировых каких-то стандартов подачи. Например, у меня в прошлом году был гость, который очень обрадовался, что в одном из приотельных ресторанов подавали теплую тарелку. Я ему козлык там, все, ну, национально нажимал на самобытность, а он мне хвалил за то, что огорит в Уфе подогревает тарелки. Как везде в Европе, я не везде был. — Дмитрий, чего не хватает в башкирской сфере гостеприимства? — Я думаю, самого гостеприимства не хватает. К сожалению, вот это пытается, на мой взгляд, это мой абсолютно личный взгляд, мне кажется, что пытаются сделать из Башкирии место гостеприимных людей. А я, на самом деле, абсолютно этого не так часто замечаю. Да, в Уфе сегодня те предприниматели, которые работают в сфере индустрии гостеприимства, они действительно знают, что это такое с ними, можно поговорить, приходят те шеф-повары и так далее. Но если говорить про башкирию, то стоит тебе выехать немножечко от Уфы, отъехать, все, и там гостеприимство превращается во что-то совершенно обратное. То есть там никто не ждет гостей. — По моей теории, это совершенно оправданно, и не надо мучить людей, которые глубокие интроверты, не надо их разворачивать на клиент-ориентированности, не выворачивать их наизнанку мучить. — То есть местные народы населяющие, больше ста националистей населяющих Башкири? — В основном башкортостанская психологическая субкультура, она интровертная. И когда мы оборачиваемся, или в виде излишеств, когда последнюю курицу режут, или совсем делают вид, что ничего не происходит. — Золотая середина. — Все время мы говорим про Уфа, выехать за пределы Уфы куда-то в более мелкие города. Что насчет того, чтобы попробовать нашу кухню за пределами республики? Пусть это соседняя региона, Москва или другие страны. — Я в Калининграде шел, гулял по улице, увидел там большой отель, дорогой в центре, и внизу типа кафе небольшой. Написано на стекле, у них были наклеены их специалитеты, в том числе написано «башкирские пирожки». Я немножко так недоумевая зашел, говорю, «Здравствуйте, пожалуйста, покажите, что насчет башкирские пирожки?» А ну, знаете, сейчас их нет. Я говорю, а что за пирожки-то мне интересно? Они говорят, ну, это пирожки, вы знаете, с капустой. Я говорю, какие-то особенные? Они говорят, нет, просто с капустой. Для того, чтобы вот это чудо, о котором вы говорите, состоялось, должен быть глобальный информационный прорыв. Такой, который случился в середине прошлого века с итальянской кухней, через американских солдат. Там повлиял глобальный военный конфликт, массовая иммиграция. Да, и было на какой почве это, ну, в Америке, ну, культуры пиццы, допустим, стать глобальной. Или в 80-е годы, допустим, ну, суши, это были признаками того, что ты общаешься с японскими банкирами, бываешь в Японии, умеешь пользоваться палочками, ты крутой американский япи. И вот в 90-е годы, ну, суши дошли до моей подворотни, ну, за 30 лет, после того, как это было элитарной едой. Значит, кухня следует за экономикой, или экономика следует за кухней? — Это, я думаю, больше феномен, похожий на информационные вирусы, на всплески, ну, вот никто не знал. — Это социокультурная история. — Вы же не ищете где-то, допустим, ой, дайте мне, пожалуйста, чучураску или эмпанаду, потому что до нас... — Я все время спрашиваю. — Ну, я могу попросить в магазине швейцарский шоколад, и мне не обязательно получать швейцарскую визу и ехать туда, чтобы попробовать. — И не обязательно, и ты его купишь там, а вот бельгийский не купишь, например. — Это информационный феномен, который привязывает, ну, какой-то продукт локализует к географии и делает его, ну, глобальным. Таких продуктов, ну, у нас, там, не знаю, ну, вино, там, определенные сорта. — Это есть, пожалуйста, европейская законодательность. — Да, давайте мы хотя бы сами поймем, какой наш продукт является потенциально перспективным для такого информационного глобального вируса. — А может ли мировая кухня, Дмитрий, адаптироваться под местные продукты? — Ну, она у нас так и адаптировалась. То есть, давайте-то говорить, пан-тюркская кухня — это то, что мы едим в Башкирии и говорим о том, что это башкирия. — Ну, например, итальянская пицца или суши из Канины, например. — Да, пожалуйста, фобо можно, фобо — это вообще, допустим, вьетнамская кухня, блюдо-конструктор, которое придумано было в 20-е годы прошлого века для того, чтобы накормить огромную кучу людей. И, в принципе, его можно делать там из местных энергетических продуктов. — Признаки правильного бренда с точки зрения маркетинга — это изменяемость, да? То есть, если мы хотим тукмаз сделать брендом, он не должен быть строго вот такого рецепта. Вот такая яичная лапша и вот такая тамная кулярка. — А человек имеет право прочитать ваш рецепт в Южной Америке и повторить у себя? — А почему нет? Конечно. — Ну, смотря что у него получится, мы же знаем эксперименты с кумысом, да, который в Тверской, Владимирской области. — Нет, ну, есть региональные специалитеты, но пармезан возможен только в Италии, да? Вот и не в одной стране мира больше пармезана. — Мы бы очень рады. Я видел видоизменения брендов, допустим. Ну, продавали, ну, шоколад в Перу, и это называлось, ну, было оформлено как матрешка, было написано «Мамушка». — Мамушка, отлично. — Да, что это такое? — Местные... — Это фабрика на здоровье, да. — На здоровье, да. — Фактически местный специалитет был адаптирован под русскую культуру. — А вообще гастро-дипломатия — это может быть элементом мягкой силы? — Это чистый софт-фауэр, потому что есть народы, к которым я отношусь очень хорошо. Мало что о них знаю. Например, к азербайджанцам знаю, что азербайджанцы никогда не подведут с выбором мяса. И с приготовлением его на гриле. И я сам научился специально у азербайджанцев делать садочка-садочка у урма. — И обратный пример. Я вот очень любил, например, Чехию по книжкам, по каким-то, значит, по гашку, да, по швейку. И когда я туда съездил, я после того, как съездил, у меня все спрашивают, ну что, как в Чехии? Я всем рассказываю, ребята, это отвратительно, там есть совершенно нечего. Я полностью поменял отношения, когда мне вообще там не понравилось. — Не понравилась штука. — Не понравилась все. — Выпры на колено? — Вообще не понравилась. Вот любая еда, которая... — Вообще наша кухня, она должна быть дорога, эксклюзивная и супер. — У меня есть мнение по этому поводу. Дело в том, что башкирская кухня, татарская кухня, тюркская кухня, русская кухня, она не пережила периода высокой кухни, которая в Париже, там, ну, был период определенный, и все это поднялось на невиданные уровни, ну, как бы, где были цари, там, высокие требования, и мы этого не пережили. Поэтому нам тюркская кухня, которая сама по себе, она компактна и мобильна, то есть с теста заворачивает мясо и картошку для того, чтобы можно было набросать, и, ну, как сказать... — Очень удобно. — Да, на коне можно было этим как бы пообедать. Вот. Она предполагает, что это стритфуд, и это народная кухня. — Хорошо. Вот если говорить разные культурные традиции, кушать на улице или кушать в домашнем кругу, у нас кухня выдерживает вот это определение, что эта кухня удобна, которую, как, например, шаурму кушать, и идя по главной улице города, например. — Я думаю, что она универсальна. — Или это необходимо сесть и... — Нет, я думаю, что эта кухня, та, о которой мы говорим, она универсальна. Ее можно есть какие-то блюда, это блюдо, безусловно, семейное, чтобы посидеть в большом кругу или с друзьями, а какие-то вещи ты можешь просто перехватить, взять с собой. — Как сделать элеш, например, мобильным? — Его не надо, может быть, делать мобильным, именно элеш. Для этого есть другие варианты. Есть бурсаки, есть пирожки, есть еще что-то. Но еще раз, кухня, это кухня кочевников, которая эволюционировала, эволюционировала и эволюционировала. Точно так же мы должны понимать, что тюрки — это довольно широко распространившаяся по просторам бывшего СНГ нация. — Огромное количество. — Огромное количество. И, соответственно, правильная кухня, это как кухня ашкиновских евреев, которые жили в Восточной Европе и впитали лучше в эту кухню. Точно так же это, может быть, тюрская кухня, которая впитала лучшие русские традиции, казахские, башкирские. — А местная кухня — это вообще всегда должно быть готовая, свежеприготовленная? — Вот это главное. Если у нас здесь, мы же говорим о брензе туристическом, то есть если, например, вдруг Башкирия станет местом, о котором известно, что здесь очень-очень вкусно, здесь всегда самые свежие экопродукты, здесь никакой химии, здесь не очень высокие цены. И здесь можно огромный выбор разной кухни, которую ты не попробуешь, там нет уже, ну, Чайна Таун есть, а там Татар Тауна нет, или Башкир Тауна в Штатах. Если из Штатов или из Европы приезжает там человек сюда, он может попробовать то, что там он либо очень в видоизмененном виде потребляет... — Важный момент, диаспора, да? — Диаспора. — Вот, если это будет такой плавильный котел, то вполне возможно будет. — Ну, может быть, упакованы наши национальные, да, в виде чипсов, в виде еще чего-то. — Она уже упакована, я думаю, что вот, я когда жил в Москве, я ходил на затюрской кухне, ну, в одну известную татарскую сеть кулинарную, да, которую, наверное, нельзя называть, вот, и брал там прекрасную конину из морил, вот, или чудесные, жениховские называются пельмени, кео-пельмена, это такие маленькие пельмешки, да, которыми, если ты слишком долго ходишь в гости к девушке, то тебя начинает намекать с помощью таких пельменей, не пора ли сделать предложение. Вот это, допустим, ну, в Москве я находил, оно уже упаковано, готово, и, ну, воспринимает. — А могут ли быть башкирские сныки, например? — Почему нет? — Их можно их... — Да, и давайте не будем быть консерваторами и предполагать, что кухня, вот, один я создал, и вот она всю жизнь, должна быть неизменной. Мы прекрасно знаем, вот в Уфе есть рестораны молекулярной, там, тюркской, татарской, башкирской кухни, да? — Пока же шла, я не знал. — Ну, там молекулярные бешбармаки. — Молекулярные порции. — Молекулярных порций, да, подавлялся. — Вот, и кухня, она имеет право меняться, так же, как и язык, и вся наша жизнь, и думаю, что, ну, мы видели, там, стейки, бургеры с конины, это все трансформируется, и, ну, делай что угодно, но сохраняй дух, и, ну, за этим первое время должен смотреть тюркский шаг. — А какая роль государства в этом плане? — Не мешает, я думаю. — То есть, кто-то должен махнуть шашкой и сказать «вперед»? — В данный момент махов шашкой было много, я видел проект «Продукт Башкатстана», да, который вот сейчас как-то вот... — Ну, он вообще-то для другого, по-моему, был создан, для того, чтобы продвигать продукты местных фермеров, не обязательно это какие-то специалисты. — Живой силой, есть такой же проект для, ну, это все хорошо, но почему-то не получается, значит, какие-то базовые принципы экономики не соблюдены, вот. — То есть, что должно быть изначально? — Должна накопиться вот эта масса предпринимательских попыток, и должен быть информационный прорыв, и это будет неожиданно, это будет неожиданно, как рэперфейс. — Мы ожидали его 11 лет. — Нет, а со стороны государства, я считаю, не надо мешать, то есть, если есть возможность убрать препоны от грядки до прилавка, то надо это сделать. — Да, наверное, самое лучшее, что может государство сделать в данном случае — это дать свободу предпринимателю самовыражаться. — Декриминализировать рынок конины, я считаю. — Хорошо сказал. — Я надо записать. — Если мы любим кухню, но мы не знаем что-то новое попробовать, куда мы должны обратиться, где мы должны искать новые вкусы или новые блюда? — Есть повары-экспериментаторы в Уфе, я не буду просто, не могу называть заведение, но они гремят на… Вот я видел где-то по телевизору, что… — Например, мороженое со вкусом конины. — Мороженое со вкусом конины. — Я не могу. — Это смело. — Нельзя это слово говорить. — Давайте не будем пугать людей. — Есть, ну не знаю, башкирские какие-то… — Есть ли такая точка, где пересекаются эти люди? — Есть, есть. — Мы проводили такие мероприятия несколько раз, связанные с… Ну вот, это новая культура, новая маркетинговая культура, точнее, культура маркетов. Когда производители, которые своими руками что-то делают, там, не знаю, украшения, еще что-то, собираются вместе и продают дизайн-маркет. Есть куча разных паркетов. — У нас вообще спокойно на эту тему, потому что у нас есть гастроэнтузиасты, алия Айсена, которая придумывает и, ну, все это встраивает в абсолютную башкирскую тему, в абсолютный глобальный контекст. — Мы говорим все-таки все время про столицу. Если мы говорим про районы или про малые города, почему там не могут быть спроса? — Нет спроса. — Почему у нас не было нормального башкирского ресторана? — 20 лет приезжали гости, не знаю, из Москвы, из-за границы, некуда было их отвезти. Они начинали, быстро сгорали, потому что, ну, и спроса не было. Сейчас ажиотажный спрос на все. — Потому что есть инструкционный прорыв, есть востребованность этой темы. — Башкирская кухня, ну, она ассоциируется все равно с какими-то свежими продуктами, да, хотя в ней многовато тесто, что они очень любят современные зожники, вот, но, тем не менее, она еще ассоциируется с тем, что они сохранил первоначальный вкус продукта. — Вот один из лучших кумусов таких с дымком я пробовал на границе с Зилаерского района, но в Уфе я его практически не могу найти. — Островной. — Как его необходимо, почему вот нужно искать, ехать куда-то в командировку за Урале, чтобы попробовать такой вкусный продукт? — В чем проблема? — Есть вообще целая легенда, что единственный способ доставки к нормальному кумусам Москвы это специальное подполкование госбезопасности было, который там пол канистры отвозил на самолете — Высшему руководству со стороны? — Да, Брежневу. — Леониду Ильичу, я хотел сказать. — Леониду Ильичу, да. — В этом секретом долголетии. — Действительно. — Как обеспечить доставку местных продуктов, например? — Вот тут как раз тот самый случай, когда нужно гастродипломатию включать, и гастротуризм, и всех гастритников, и фудии просто отвозить к местам произрастания, ну, или вот этих продуктов, вот, например, я пробовал эталонный бурзианский мед из дупла, у меня есть видеозапись, я пробовал, и он меня прошиб, ну, насквозь в хорошем смысле этого слова. Это был вкусовой удар по рецепторам, который я ни с чем не спутаю и запомню навсегда. И особенность гастродипломатии, гастротуризма заключается в том, что ты ощущения, которые испытал, они становятся фактором непреодолимой привлекательности того места. — И это надо делать на местах, я согласен с Шамилем абсолютно. Я вот помню, например, был в Италии, я там, не знаю, очень сложно было в это место ориентироваться, но я нашел завод в Парме, где делают сыр, ни слова, они по-английски говорят, я ни слова по-итальянски не говорю, я попросил, жестами объяснил, что мне нужно посмотреть, как вы делаете сыр, и они мне отвели, провели это хранилище, все, я его там купил. И вот в этом, ну, как минимум, столько же смысла, сколько во вкусе самого сыра и его стоимость. — К сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому последний вопрос, наверное, Дмитрий, для вас. Какое ваше любимое блюдо на территории Башкирии? — Именно башкирское? — Да. — Я очень люблю чак-чак, это правда, я его готов есть килограммами, но нельзя. — Шамиль, и вопрос вам, самое нелюбимое местное специалитетное? — Мне не нравится плохое тесто на маргарине, которым пытаются подменить нормальную тюркскую выпечку. — Спасибо за беседу. Даже если в вашем регионе ничего не растет, кроме травы, вы легко можете стать известны на весь мир благодаря национальной кухне. Среди примеров — швейцарский шоколад из импортного какао и британский фиш-н-чипс из картофеля, который был завезен в свое время из Южной Америки. Нужно только с умом воспользоваться конкурентными преимуществами, которые дала нам природа и география. Сегодня в студии у нас был Шамиль Валеев, директор информагентства, и Дмитрий Эйгинсон, управляющий партнер маркетингового агентства. — glassmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouth Продолжение следует...